...элементы. Ну, то есть, чтобы вы взяли его... То есть, он торчащий, получается? Да, да. Вот. Некоторые... То есть, такой совет есть. То есть, если у вас два велосипеда, можно сэкономить на багаже, просто не платить за багаж. Упаковать у вас еще отдельно рамы. Отдельно, то есть, если вы два велосипеда ездите, отдельно рамы пакуете и отдельно колеса. То есть, это уже не есть велосипед. При перевозке, два велосипеда. Вот, ну, это не все авиаперевозчики разрешают делать, но ездят. Ну, вот мы сняли, запаковали в железнодорожный поезд, и это бесплатно, как бы, бесплатная поездка. Ждители тоже могут. Если вы пакуете вот таким вот образом, вы бесплатно выходите. Если вы его не пакуете, вы платите на багаж, там, полкный, заказ, ну, 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 то есть, вкратце мы то, что хотели рассказать рассказали. Ну, все, да? Да, давай еще про посадку расскажу. Да, расскажи про посадку и... Витя, круто, ну, ну, как? Я думаю. Так, допоможи мне зняти тю стилку. Давай. Сейчас я вам расскажу про посадку на велосипеде, это очень важно. Так, как мы уже знаем, велосипеды бывают разными, поэтому посадка на велосипедах также разная. Для приклада, на шоссейном велосипеде руль находится ниже седла. Тому посадка, посадка виходить така, что верхняя часть тела заходится в более резидентальном положении, в таком случае навантажение идет больше на руки, но это позволяет более эффективно и долго педальовать, ехать, швидко, довше, а также улучшается аэродинамика. Но, опять же, если мы берем велосипед для города, то там руль находится выше седла, поэтому положение тела более вертикальное. Это позволяет достаточно комфортно перемещаться по городу на короткие дистанции. Чудок, при таком посадке, добрий огляд цього, и доброе все видно, что происходит, и быть полноценным участником дорожного движения. В нашем случае мы имеем гирский велосипед. Тут, как вы видите, седло и руль находятся на одноком уровне. Водхиление может быть немного здесь, немного туда, это уже все индивидуально. Поэтому мы влаем властности как шоссейного велосипеда, так и местного, что-то такое среднее. У нас нагрузка, распределение как на руки, так и на пятую точку, меньше-менее равномерно. Поэтому, власне, этот велосипед является универсальным. Мы имеем преимущество этих и этих велосипедов, то есть мы можем и шоссе выехать, и быстро проехать, и по городу достаточно комфортно перемещаться, и хорошо себя чувствовать в лесе, благодаря широким, высоким, злым покрытиям. Так, теперь перейдемо більш детально до посадки. Самое важное – это иметь соответствующий размер рамы под зритель. Райдера, то есть велосипедиста. Я не буду вас навантаживать значениями та нормативами из этого привода. Кому треба ця информация, звернетеся в пошук в интернеті. Там информации больше, чем достаточно. Так, начнемо выставлять посадку саме с высоты седла. Значит, седая на велосипед, переводим шатун, точнее педаль, в крайне нижнее положение и ставим пятку. Как видите, тут на меня почти идеально выставлено высота седла. Вот так мае быть нормально. Когда вы будете поделивать, у нас нога будет немного зимой. Это и есть верность. Потому что, я так помечаю, по месту очень часто неверно выставлена высота седла. Это або люди не знают, что ее нужно выставлять вверно. Або они просто выкористовывают обычный велосипед непопризначенный на прикладание каких-то экстремальных дисциплинах. Выставивши высоту седла, наступное, на что нам нужно выставить, это куб седла. Как мы видим, у нас на седле, в задней части, расширение. Саме тут мы должны сидеть. В нашей анатомии есть две кисточки, и именно с ними нужно сидеть. Не тут, не посередине, а именно здесь. Поэтому, пожалуйста, выставляя куб седла, думайте так, чтобы вы сидели двумя кисточками. Саме двумя кисточками. Седло раджу средней жесткости, как, например, вот здесь. Это наиболее комфортное седло. До речи, еще нужно отметить, что седла бывают разные по ширине. Для среднестатичной людини идеально подходить ширина седла десь 143 мм. Возвращайте еще на это уважно. Ну, так скажу вам одразу. Вот, если руль седлом стоит в одну линию, то седло мое быть где-то горизонтально стоять, або его дьобчик трошки ниже, чтобы такой трошки заваленый атак. Так, также из настроек седла мы можем его сдвинуть или немного назад, или немного вперед. Это все выставляется тогда, когда каждый индивидуально под себя выставляет посадку, как ему удобнее. Также на посадку мы можем вплинуть, выставив ширину, або ниже, або выше. В нашем случае он максимально высоко стоит, потому что у нас поставочный кольцо находится вниз. Мы можем его опускать, вынос разом с рульом, або мы можем даже более радикально перевернуть вынос, изменивши его гулость такого на вот такой. Вынос можно заменить на коротший, на довший. Также можно заменить руль, поставить коротший, довший, або руль буває більшим кольцем, 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 кольцем. В общем, все это выставляется индивидуально, но я повторюсь, главное это верный размер, это то, чего нужно выставить. И еще, я помечаю часто по месту, что ездят люди неверно ставлячи ногу на педаль. Часто бачили, кто из вас так же так делает, выставляет ногу ось так. Это не верно, потому что в таком случае поделивание будет неэффективным, вам будет незручно и, ну, власне, и все. Тому, вірно выставлять ногу на педаль, я вам раджу ориентоватись приблизно так. Маючи, каждый маем тут кисточку, с которой начинаются пальцы, она десь приблизно повинна ставать на весе педалей. Вот это будет верное положение нашей стопы на педаль. Вот так действительно удобно и так эффективно. И еще маленькая порада, более эффективно, когда у вас будет сутка, более твердое подошло. Тогда будет легче передавать усилий на педаль, у вас не будет погибаться нога и меньше коврик. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам связать и пропасать. Спасибо, что пришли. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Сейчас мы будем проводить информацию, вопросы, вопросы. Чем способен это? Это, знаешь, что... Ну, кроме средств для смазки цепи. Ну, в общем, кроме средств для смазки цепи. Есть такое масло, называется И-20, на тазаре 110 гривен. Используется в швейных машинах. Ну, можно смазать им дешевый аналог. Нет, ну, самый простой способ, это купить на тефлоновой основе, специально с маслом. Вона добре выштовхует. Это идеально. Заразумело воду, не цепляется песок. Ну, это самый идеальный вариант. Если на сколько умножить, нам надо... Преплесить. Ну, еще есть смазки на восковой основе. Их обычно используют в мокрую погоду. Есть смазки с теплоном, их используют в сухую. Есть на восковой основе, их используют в мокрую погоду. Как правильно смазать? Смазку сейчас, да. Есть еще, кстати, что заметить. Есть смазки в виде спрея. Я их очень не советую, если у вас здесь будет он.